Кто здесь не бывал Как вечным огнем сверкает днем вершина Изумрудным льдом, которую ты так и не покорил Как вечным огнем сверкает днем вершина Изумрудным льдом, которую ты так и не покорил И пусть говорят, да пусть говорят, но нет Никто не гибнет зря так лучше, чем от водки и от простуд Другие придут, сменив уют на риск И непомерный труд пройдут, тобой непройденный маршрут Другие придут, сменив уют на риск И непомерный труд пройдут Добой непройденный маршрут Отвесные стены, а ну не зевай Ты здесь на везение не уповай В горах ненадежный ни камень, ни лед, ни скала Надеемся только на крепость рук На руки другой вбитый крюк И молимся, чтобы страховка не подвела Надеемся только на крепость рук На руки другой вбитый крюк И молимся, чтобы страховка не подвела Мы рубим ступени ни шагу назад, и от напряжения колени дрожат, и сердце готово к вершине бежать из груди. Весь мир на ладони, ты счастлив и нем, и только немного завидуешь тем другим, у которых вершина еще впереди. Весь мир на ладони, ты счастлив и нем, и только немного завидуешь тем другим, у которых вершина еще впереди. Субтитры делал DimaTorzok Это странное положение у актера, о котором рассказывают, а он сидит как будто бы ни при чем здесь Ну и мы решили как визитную карточку вот эту вот известную песню, которая называется «К вершине» Но я бы хотел об этом немножко позже, потому что я буду рассказывать о кино И тогда я расскажу и о песнях, которые писал для фильма Но прежде всего, кажется, надо говорить о том, как вы стали актером вообще Ну да, с удовольствием Но это тоже очень коротко, потому что мы же здесь не собрались для того, чтобы рассказывать биографию Ну, я закончил школу-студию при Московском художественном театре 11 лет тому назад Вначале я работал в театре имени Пушкина Этот театр, московский театр Меня пригласил сразу после окончания училища Но потом, я в подробностях не буду, но потом я работал даже в театре миниатюр Пробовал работать в современнике Ну, вероятно, это такой был период поисков С моей стороны, поисков театра, который бы меня удовлетворял Ну и театр, которому бы я тоже был нужен и необходим Ну и вот, несколько лет тому назад Я поступил работать в московский театр на Таганке Который к тому времени только организовался Где я работаю по сей день Вот, творческая биография у меня довольно короткая Ну, и теперь можно, наверное, о театре Почему вот именно этот театр? Это я с большим удовольствием расскажу Значит, дело в том, что мы отметили недавно Наш 8-летний юбилей 8 лет тому назад В здание Московского театра драмы и комедии Который был без приставки на Таганке Просто Московский театр драмы и комедии В это здание пришла группа молодых актеров Во главе с Юрием Петровичем Любимовым Заслуженный артист РСФСР Лауреат государственной премии Он на выпускном курсе Щукинского училища Поставил спектакль «Добрый человек из Сизуана» Ну, вы знаете, когда заканчивают училище Всегда очень печально Особенно театральное училище Потому что люди разъезжаются в разные концы И то, что было сделано вместе за 4 года Как бы на этом и кончается Ну, в этот раз этот курс был более счастливым Потому что было решено Этот спектакль «Добрый человек из Сизуана» По пьесе Брехта Который поставлен на выпускном курсе Сохранить Потому что он произвел в театральной Москве В то время Ну, взрыв Как подобно взрыву разорвавшейся бомбы Этот был спектакль Потому что он был очень ярким по форме Необыкновенным по воплощению актерскому Потому что в этом спектакле не гримировались актеры Почти не было никаких декораций Там как-то странно даже ходили актеры Таким по прямым углам Потому что имелось в виду Этот театр условный у нас все-таки И спектакль «Добрый человек из Сизуана» Был в условной манере сделан Имелось в виду, что это маленькие улочки Какого-то маленького города И поэтому люди ходили такими прямыми углами В этом спектакле было много очень песен Причем песни, музыку На стихи Брехта к этим песням Написали актеры нашего театра Хмельницкий и Васильев Это был молодой, задорный коллектив Ну и конечно решено было его сохранить И все были очень счастливы Особенно ребята в этом коллективе Ну и естественно руководитель Юрий Петрович Любимов Это и было начало нашего театра Который стал называться Московский театр на Таганке У нас было очень сложно с репертуаром Много времени подряд мы играли только этот спектакль «Добрый человек из Сизуана» 20 раз в месяц Но потом потихоньку мы поставили несколько спектаклей И создали свой репертуар Теперь мне бы хотелось Я тут нахожусь в таком положении Что лучше рассказывать Чем знаете интервью Это прекрасно Но лучше рассказ Тогда создается впечатление целостности Но я предполагаю Что вероятно интересно узнать побольше о театре И сам я хочу говорить не о себе А больше о театре в котором работаю О деле Это любимое мое дело И конечно то что я буду говорить Это будет субъективно мое мнение Ну я думаю что оно будет соответствовать И объективной оценке и прессы и зрителей Театр очень популярен Восемь лет мы работаем И восемь лет у нас всегда аншлаги Не было ни одного спектакля Где бы не был полный зал От чего В чем секрет популярности такой Нашего театра Я думаю что разговоры о том что это мода Они кончились сами по себе Потому что ведь мода бывает Сезонные Весенние, летние Там осенние, зимние А мы существуем все таки 8 сезонов подряд И мода не прошла Но если мода хорошая И так долго держится Значит все в порядке Во всяком случае мы очень рады Что у нас так много зрителей А причина вот какая Вы знаете когда приходишь в 9 утра Мы приходим к 9 утра В наш театр Потому что у нас актеры Стремятся к тому чтобы актер был синтетическим То есть мы занимаемся акробатикой, пластикой, движением, музыкой Так что у нас до репетиций За час начинаются разминки Мы занимаемся акробатикой На матах, на спортивных Занимаемся пластикой, пантомимой И вот когда ты приходишь в 9 часов И видишь около театра Зимой замерзших людей Которые стояли в очереди И отмечали на руках Писали номерки То просто после этого Ну как-то не подымается рука Играть в пол силы Вы знаете у нас никогда не играют Не подымается рука играть в пол ноги Если так с юмором Мы играем в полную силу всегда Это отличительная особенность наших актеров И нашего театра Я вам должен сказать что Люди которые приходят в наш театр Уходя со спектакля говорят Некоторые говорят Ну как на Вологодской свадьбе побывал Такой был писатель Яшин Он так написал на стене кабинета Нашего главного режиссера Некоторые говорят что мы даже устали Но одно можно сказать твердо Что в нашем театре Никогда не бывает скучно Может нравится Может не нравится Ну вкусы разные Во всяком случае Это всегда яркое зрелище И я думаю что в этом тоже есть секрет успеха Потому что искусство не может быть бесформенным Обязательно должна быть яркая форма Для воплощения каждого спектакля Ну так как мы начали с высокой гражданственности А именно с прекрасной пьесы Брехта Добрый человек и Сизуана То эта линия высокой гражданственности Она продолжается в театре по сей день Но только сделанной в очень яркой форме В ярком воплощении Каждый спектакль по-разному Для каждого спектакля существует своя неповторимая форма И в декорациях каждого нашего спектакля Нельзя играть другой Только этот и больше никакой Для примера такой вот Ну что ли оригинальности Почему так театр вот я говорю о яркости зрелища Я вам приведу постановку спектакля Десять дней которые потрясли мир Очень кратко Этот спектакль Афиша его гласит так Представление с буфонадой Пантомимой Цирком и стрельбой Это не для того чтобы заманить зрителя А это на самом деле так Спектакль начинается еще на улице И когда зритель приходит в половину седьмого Подходит к театру У нас развиваются флаги на стенах нашего театра Актеры нашего театра в форме революционных матросов Солдат с гармошками, балалайками и гитарами Играя на этих инструментах Поют революционные песни, чистушки Бывают такие смешные и любопытные эпизоды У нас рядом находится ресторан И из него выходят люди на веселе Они думают что же такой праздник Может какой-нибудь пропустили Присоединяются к нам Идет такое веселье даже не только зрителей Которые потом придут в театр Но и просто посторонних людей на улице Но потом когда вы входите в театр Вас не встречают билетеры А это актеры нашего театра Переодетые в революционных солдат С повязками на руках С лентами на шапках Со штыками Отрывают кусок билета Накалывают на штык Пропускают вас Вы входите в фойе Оформленные под время Под то время Под время революционных лет Висят плакаты Очень много плакатов революционных Помост деревянный И пирамиды из винтовок На этом помосте Актеры еще в фойе Поют песни Частушки Эти частушки заканчиваются так Хватит шляться по фойе Проходите в залу Хочешь пьесу посмотреть Так смотри сначала Девушки в красных косынках Накалывают вам красные бантики Влацканы Даже буфетчицы в красных косынках И в красных повязках Ну это Почему так мы решили сделать Ну вот Есть такое высказывание Владимир Ильич Ленин сказал Что революция это праздник Угнетенных и эксплуатируемых И вот как такой праздник Решен весь спектакль Десять дней Которые потрясли мир Вы входите в зал И думаете Что вот наконец мы отдохнем Наконец-то Откинемся на спинку кресла И будет нормальное Спокойное действие Но не тут-то было Выходит рабочий Солдат Матрос С оружием Выходят на сцену И стреляют Вверх У нас помещение Маленькое Значит они стреляют Конечно холостыми патронами Но звуку много Пахнет порохом Это так немножко Зритель взбодряет Некоторых слабонервных Даже иногда у нас Вынесут в фойе Они там выпьют нарзану Но так как билет достать трудно То приходят досматривать Вот Ну и начинается Вот оправдание Этой самой афиши Там есть правда И буфонады И цирк И пантомима И драматические сцены Это 35 картин Решенных абсолютно по-разному На сцене нет никаких декораций И только меняется Место действия У нас очень много света Экспериментируют наши осветители Так все время В каждом спектакле Разный свет Вот И мы играем Там 250 ролей В этом спектакле Мы играем несколько ролей В одном и том же спектакле Я например Спектакли добрые Десять дней которые потрясли мир Играю несколько ролей Среди них такие как Керенский Белогвардейский офицер Матрос Часовой У Смольного В картине Тени прошлого Играю анархиста Так что только такой Круговорот Успеваешь переодеваться Шинель Меняешь на Бушлат матросский После этого Снова переодеваешься В Керенского Такой стилизованный костюм Мы играем Некоторые сцены В масках А некоторые Реалистические куски В этом спектакле Мы играем Со своим лицом Вот это я Хотел вам Немного рассказать Просто чтобы вы имели Представление О том Как Какие спектакли Так что Почему я говорил О ярком зрелище Ну вот Эта линия Гражданственная Линия Революционная Что ли Продолжается у нас Мы поставили спектакль Мать Поставили По произведению Горького Поставили Что дело Чернышевского И продолжаем Эту традицию И дальше Брехтовская традиция Продолжается у нас Потому что мы поставили спектакль Галилей По пьесе Брехта Но об этом Немножко позже А сейчас Вот еще что Мы В нашем театре Мне так кажется Снова возродили Поэтическую Что ли Если так можно сказать Традицию Она была утеряна После кривого зеркала Синей блузы Где присутствовала поэзия И вот впервые У нас В театре Это было возрождено Семь лет тому назад Поэт Андрей Вознесенский Принес в театр Несколько стихотворений И мы сделали спектакль Антимиры Сначала хотели его играть Один раз В фонд мира Так и афиша гласила В фонд мира Один раз Но так как этот спектакль Имел такой большой резонанс Люди Тянутся к поэзии У нас очень любят поэзию Мы получали массу писем О том чтобы мы продолжали Играть этот спектакль И мы его играем Теперь уже конечно Без Вознесенского Потому что Вознесенский Очень часто бывает В разъездах Но иногда Особенно на юбилейные спектакли Он приезжает И после нас Читает новые Свои стихи Это такая у нас уже Традиция Ну а я Хочу вам показать То что Я делаю в этом спектакле Потому что Ну все таки Сегодня встреча со мной Хотя я так Разговариваю Много о театре Вот я хочу вам показать Это не песня Это Стихи Вознесенского Которые просто Ритмизованы Под гитару Это называется Песня Акына Не славой И не коровой Не тяжкой короной земной Пошли мне Господь Второго Чтоб вытянул петь Со мной Прошу Не любви ворованной Не милостей Меня понял Меня понял Он до грова Одиночеством Окружен Пошли ему Бог Второго Такого как я И он Это то, что я делаю в спектакле У нас в этот спектакль Вошли Я думаю, что примерно 20 или 25 Лучших произведений Вознесенского Спектакль мы уже играем Около 500 раз Скоро будет юбилейный 500-й спектакль Я вам должен сказать Что почти все спектакли В нашем театре Не сходят с репертуара Очень подолгу По нескольку лет У нас недавно был Юбилей Доброго Человека Из Сизуана 400 раз 400 раз 10 дней Которые потрясли мир Значит, интерес Зрительский Мне кажется Не ослабевает К нашим спектаклям Дальше Поэтическая линия Продолжалась в театре И мы поставили спектакль Который называется Павшие и живые О поэтах и писателях Погибших в Великой Отечественной войне Или О тех, которые сейчас живы Но на творчестве Которых так или иначе Лежит печать военных лет Это Слуцкий, Самойлов Из ныне живущих Симонов Для меня этот спектакль Памятен тем Что я впервые В этот спектакль Профессионально писал песни Мне заказали У нас в театре Несколько песен И я их написал Вот песня Которая называется Братские могилы Написана она для спектакля Павшие и живые А позже Она вошла в кинофильм Я родом из детства В Минской киностудии Где я снимался У прекрасного режиссера Виктора Турова У которого я продолжаю сниматься И сейчас И для которого я всегда Во все его картины Пишу песни Вот послушайте песню Братские могилы На братских могилах Не ставят крестов И вдовы на них не рыдают К ним кто-то приносит Букеты цветов И вечный огонь Зажигают Здесь раньше вставала Земля на дыбы А нынче Гранитные плиты Здесь нет ни одной Персональной судьбы Все судьбы В единою слиты А в вечном огне Видишь вспыхнувший танк Горящие русские хаты Горящий Смоленск И горящий Рейхстаг Горящее сердце солдата У братских могил Нет заплаканных вдов Сюда ходят люди покрепче На братских могилах Не ставят крестов Но разве от этого легче? На братских могилах Не ставят крестов Но разве от этого легче? Я в этом спектакле Не только писал песни Но исполняю сразу Несколько ролей Это у нас тоже Своеобразная традиция Я играю поэта Михаила Кульчицкого Погибшего В 1942 году На сопке Сахарная голова И играю Одновременно с этим Две противоположных роли Чаплина Потом Гитлера В этой же пьесе В новелле Диктатор-завоеватель Почти без гриму Только прямо на глазах У зрителя Рисуются усы Челка И значит Начинается в таком Гротысковом ключе Вот это действие И в конце я пою песни Которые называются Дороги Это общая наша театральная песня Так что видите Приходится очень много Делать на сцене Не только играть Но и петь И играть на гитаре И играть совершенно различные роли Поэтические представления Мы продолжаем делать до сих пор Мне только хотелось еще остановиться Чтобы рассказать вам Ну а что О своеобразии В работе с актером И о режиссуре И актерском мастерстве В нашем театре Дело в том Что нам иногда Раздаются упреки О том что В нашем театре Очень мало Внимания Уделяется актерам Но это несправедливо Мне кажется Что даже Очень много внимания Просто настолько яркий Режиссерский рисунок Что в нем Когда работать Не с полной отдачей И не в полную силу Тогда обнажаются швы Знаете Как в плохо Сшитом костюме А если Это наполняется Внутренней жизнью Актерский Режиссерский рисунок Тогда происходит Соответствие И тогда От этого выигрывает спектакль Вот спектакль О котором мне хотелось Особо сказать Он называется Пугачев В драматической поэме Есенина Пугачев Дело в том Что этот спектакль Пытались ставить Многие Даже пытался При жизни Есенина Ставить Замечательный наш Режиссер Мирхольд Но так как Сошлись тут Два характера Так называется Нашла коса на камень Мирхольд Хотел Чтобы Есенин Кое-что переписал Кое-что убрал Добавил А Есенин Не хотел Потому что он Тоже был человек Упрямый Ну и в конце концов Они не сделали Этого спектакля Я думаю Что не только По этим причинам Он очень труден Для постановки В театре Вот Ну и наконец Все-таки Мы впервые Поставили Эту Это не пьеса Это драматическая поэма Написана она в стихах Стояла Очень трудная задача У режиссера Как сделать без костюмов Без бород Чтобы не клеить Этого ничего Потому что глупо В одеждах Вдруг стихами Разговаривать Ну и вот Мне кажется Что Любимов Нашел единственное Верное решение Для этого спектакля И теперь Люди Которые приходят И смотрят Пугачева Уходя С этого спектакля Говорят Что они теперь Иначе просто Не представляют Как можно По-другому Поставить спектакль А сделан он так Это помост Деревянный Громадный помост Сзади сцена Опускается До переднего Плана Там он выше Внизу ниже Стоит плаха В нее воткнуты Два топора Актеры По пояс Раздеты В парусиновых штанах Босиком На сцене Только цепь Вот этот помост Топоры Очень жесткий спектакль Для того Чтобы подчеркнуть Вот эту вот Бессмысленность Жесткость И отчаяние Пугачевского бунта Вот Ну и Актер Просто как на ладони Так на наклоненном Помосте Просто как на ладони Вы знаете Особенно трудно было Это играть Потому что Есенин сам Очень многие куски читал Это лучшее его произведение Он сам любил Очень читать Это произведение Но у нас был Опыт работы с поэтами И у нас В театре Я думаю что Тоже только у нас Но это опять Мое личное мнение Может быть и в других Коллективах тоже Но во всем случае Мне кажется что Только у нас Существует соединение Авторского чтения Поэтического С актерским Ведь Есенин Когда читал Монолог Хлопуши Которого я Имею честь Играть В этом спектакле Рассказывают Люди Которые слушали Это десятки раз И они говорят Что он всегда Бледнел С него капал пот И сестра его Рассказывала Она была у нас В театре Что когда он Читал этот монолог И потом Разжимал руки У него часто Выступала кровь На ладонях Так он нервничал Читая этот монолог Ну и вот вы знаете У меня была задача Он записан На пленку Часто пускают По радио Этот кусок У меня была Трудная задача Чтобы совместить Вот как-то Это Есенинскую Эту манеру Такую Немножко надрывную И в то же время Такую Очень мощную Манеру Есенина С театром Чтобы это было Все-таки я играю Хлопушу А не читаю его монолог Ну вот Начинается этот монолог Выстраиваются Несколько рядов Цепей таких За которых Хватается Хлопуша Начинает он говорить Сумасшедшая Бешеная Кровавая муть Что ты Смерть Или Сцеление Калекам Проведите Проведите Меня к нему Я хочу Видеть Этого Человека Я три дня И три ночи Искал ваш Умет Тучи с севера Сыпали каменной Грудой Слава ему Пусть он Даже не Петр Чернь его любит Забуйство И удаль Я три дня И три ночи Блуждал по тропам Солонце Рыл глазами Удачу Ветер В волосы мои Как солому Трепал И цепами дождя Обмолачивал Но озлобленное Сердце Никогда Не рассудится Эту голову С шеи Шибить нелегко Оренбургская заря Красношерстой Верблюдицей Рассветное Роняло мне В рот Молоко И холодное Корявое Вымя Сквозь тьму Прижимал я Как хлеб К истощенным Векам Проведите Проведите Меня к нему Я хочу Видеть Этого Человека Эту поэму Есенин писал В самый Ну что ли В период Самого своего Большого Увлечения Им Инжинизмом То есть Образностью Поэтому там Такое Нагромождение Образов Ну и я попытался Немножко Сохранить Есенинскую Манеру Чтения Ну и все-таки Оставить Самую главную Задачу Режиссерскую А именно Что это все-таки Хлопуша А не поэт Который читает Хлопушу Ну как это Получилось Это судить не нам А зрителям Вот Во всяком случае Спектакль идет Успешно И есть даже У него своя публика На этот спектакль Бывает что Десятки раз Видишь одни и те же лица В зале Ну вот Это я Говорил вам Ну что ли О характерных ролях Своих Которые я сыграл В театре на Таганке И как же получилось Что вот Человек Который был взят в театр В общем как Комедийный актер Я вначале играл Комедийные роли И пел под гитару Всевозможные шуточные песни Благо у нас в театре Есть возможность Для этого Ну и вдруг Я сыграл Галилея И Гамлета Я думаю Что это получилось Не вдруг А так Вероятно режиссер Долго присматривался Могу я или нет Ну мне кажется Что есть тому Две причины Для любимого Юрия Петровича Основным Является даже Не актерское дарование Хотя и Актерское дарование Тоже Но больше всего Его интересует Человеческая личность А так как Театр наш условный И мы Мы же ведь Я повторяю Мы не клеим бород Усов Не делаем седых париков Не играем В декорациях Знаете как Вы же приходите в театр И видите Так сказать Построенный дом Сзади неба Вы же прекрасно понимаете Что небо нарисовано А что бревна В этом доме Они пустые Поэтому тут тоже Есть своеобразный договор Театр все равно Искусство условное Значит мы играем Без декораций Но мы с самого начала С самого начала Спектакля Договариваемся Со зрителями Как бы договариваемся О том Что вот Мы сегодня Покажем вам Вот таких-то людей Без гримов Немножко намекая На костюмы Вот и зритель Принимает эти правила Игры И через 5 минут Никого уже не смущает Что например Галилея Я играю Без грима Хотя ему В начале пьесы 46 лет А в конце 70 А мне когда я начинал Репетировать роль Галилея Было 26 или 27 лет Я играл со своим лицом Только в костюме Такой у меня Ну вроде балахона Вроде плаща Такая накидка Коричневая Очень тяжелая Как в то время Был материал Грубый очень Свитер Ну вот И несмотря на то Что в конце Он дряхлый старик Я очень смело Беру яркую характерность В Галилее Беру Играю старика Человека С потухшим глазом Совершенно Которого Ничего не интересует Который Так Такой Немножечко В маразме Человек Вот И он медленно Двигает руками И совершенно Не нужно гримироваться В связи с этим Ну мне так кажется Спектакль этот Сделан очень Мне кажется Своеобразно Потому что У нас в этом спектакле Например Два финала Первый финал Как бы на суд Зрителя Два человека Вот как Галилей Который Абсолютно Уже не интересуется Тем что произошло Ему совершенно Не важно Как В связи с этим Упала наука В связи с его Отречением А второй финал Это Галилей Который прекрасно Понимает Что он сделал Громадную ошибку Что он оттрекся От своего учения Что это Отбросило назад Науку И он Несмотря на то Что до этого Это был старик Дряхлый В последнем монологе Я говорю этот монолог От имени человека Зрелого Но абсолютно здорового Который в полном Здравии И рассудке Прекрасно понимает Что он Натворил Ну и еще Любопытная деталь Брехт Этот монолог Дописал Дело в том Что пьеса Была написана раньше А когда в 45-м году Была сброшена Бомба на Хиросиму Брехт Дописал Целую страницу Этого монолога Об ответственности Ученого За то Что он За свою Работу За науку За то Как будет использовано Его изобретение То или иное Изобретение Я вам сейчас покажу Немножко Из этого монолога Даже Просто весь кусок Который идет у нас В театре Это Галилей В конце жизни Сидит К нему приходит Его ученик Которого звать Сарти И Сарти говорит Что вы правы были Что вы отреклись Зато вы продолжали Заниматься наукой И Наука ценит Только одно мерило Вклад в науку И он ему говорит Нет Дорогой мой Сарти Даже несмотря На мое нынешнее положение Я все-таки Чувствую себя Способным Дать вам Несколько указаний О том Что имеет Отношение К науке Которой Вы себя Посвятили В свободные часы А у меня Теперь их много Я размышлял Над тем Что со мной Произошло И думал о том Как должен Будет расценить Это мир Науки К которому Я себя Уже Не причисляю Даже торговец Шерстью Должен думать Не только о том Чтобы самому Подешевле Купить Или подороже Продать Но еще и о том Чтобы вообще Беспрепятственно Могла вестись Торговля Шерстью Поэтому Научная деятельность Как мне Представляется Требует Особого Мужества Наука Распространяет Знания Добытые С помощью Сомнений Добывая Знания Обо всем И для всех Она стремится Всех Сделать Сомневающимися Но Правители Погружают Большинство Населения В искрящийся Туман Суеверий И старых Слов Туман Который Скрывает Темные делишки Власть Имущих Наше Новое Искусство Сомнение Восхитило Тысячи Людей Они Вырвали Из наших Рук Телескоп И направили Его На своих Угнетателей И эти Корыстные Насильники Жадно Присваивающие Плоды Научных Трудов Внезапно Щутили На себе Холодный Испытующий Взгляд Науки Они Осыпали Нас Угрозами И взятками Перед Которыми Не могут Устоять Слабые Души Но Можем Ли Мы Отречься От Большинства И Все-таки Оставаться Учеными Непостижимы Движения Тех Кто Властвует Над Людьми Благодаря Сомнению Выиграна Борьба За право Измерять Небо Но Благодаря Слепой Вере Римская Хозяйка Все еще Проигрывает Борьбу За молоко Придет Время И вы Откроете Все Что может Быть Открыто Но Ваше Продвижение В науке Будет Лишь Удалением От Человечества И Постепенно Пропасть Между вами И Человечеством Станет Настолько Огромной Что В один Прекрасный День Ваш Торжествующий Клич О новом Открытии Будет Встречен Всеобщим Воплем Ужаса И самое Главное Сарти Я понял Мне никогда Не грозила Настоящая Опасность Одно Время Я был Так же Силен Как Власти Но Я отдал Своё Знание Власти Мущим Чтобы Те их Употребили Или Не Употребили Или Зло Употребили Ими Как Им Заблагорассудится Своих Собственных Интересах Я Предал Своё Призвание И Человека Который Совершил То Что Совершил Я Нельзя Терпеть В рядах Людей Науки После Этого Играет Музыка Шостаковича Вбегают Дети С глобусами И Крутят Глобусы Перед Зрителями Как бы Символизируя То Что А всё-таки Она Вертится Фразу Которую Приписывает Молва Галилею Как будто Он сказал Её Перед Смертью Вот Это Была Моя Очень Серьёзная И любимая Моя роль Я Я С главным Режиссёром Нашим Любимым Очень Много Беседовал О том Как Я хотел бы Сыграть Гамлета Ну и Наконец Это Состоялось Много Прессы Было О Гамлете Мне Хотелось Вам Только Показать Немножечко Маленький Один Кусок Из этого Спектакля Потому что Рассказывать О нем Можно Бесконечно Ну и Кроме Всего Прочего Ведь Гамлет Это Бездонная Пьеса И лучше Всего Смотреть Я Никогда Не Расскажу Так Как Я Сыграю Но Все-таки Я хотел Вам Сказать Вот О чем Дело В том Что Мы Предполагаем Что Гамлет Студент Так оно И есть По Тексту Пьесы Он Учился В Вертенберге И Вероятно Он Складывает Все Явления Что От Этого Сам Мучается И Вот Монолог Быть Или Не Быть Мы Делаем Два Раз Первый Раз Он Его Холодно Расчетливо Выясняет Быть Ему Или Не Быть Гамлету В данных Условиях А Второй Монолог Когда Его Он Не Может Холодно Об этом Рассуждать И Он Мучается Не Тем Быть Или Не Быть Потому Что Человеку Свойственно Быть Нужно Жить Но К сожалению Каждый Человек До Гамлета Включительно Должен Был Решать Этот Мучительный Вопрос Потому Что Условия В Которых Он Жил Не Позволяли Ему Решить Быть И От Этого Гамлет Мучается От Того Что Человечество Вынуждено Решать Этот Вопрос Первая Часть Быть Или Не Быть Вот В Чем Вопрос Достойно Ль Терпеть Безропотно Позор Судьбы Или Нужно Оказать Сопротивление Восстать Вооружиться Победить Или Погибнуть Умереть Уснуть И Знать Что Этим Обрываешь Цепь Сердечных Мук И Тысячи Лишений Присущих Телу Это Ли Не Цель Что Всем Желанно Умереть Уснуть Умереть Уснуть 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 И Видеть Сны Вот И Ответ Какие Ж Сны В том Смертном Сне Приснятся Когда Покров Земного Чувства Снят Вот И Разгадка Вот Что Удлиняет Несчастьем Нашим Жизнь На столько Лет А то Кто Снес Был Ложное Величие Правителей Невежество Вельмож Всеобщее Притворство Невозможность Излить Себя Несчастную Любовь И призрачный Заслуг В глазах Ничтожеств Когда так Просто Сводит Все концы Удар Кинжала Кто бы Согласился Кряхтя под Ношей Жизненный Плестиз Когда Неизвестность От промедленья Долгого Ну Тише Тише В нашем спектакле Гамлет впереди на авансцене вырыта могила, в которой находится свежая земля. И это как бы символ. Я не хочу рассказывать о занавесе, потому что о нем очень много написано. Но вот эта вот земля, она дает ощущение реальности, ощущение того, что он живет на грани жизни и смерти. Вот на этом я хочу закончить с театром. Ну и мне хотелось бы сказать вам вот о чем. Я в кино работаю уже 11 лет, сыграл довольно много ролей. Но я очень не люблю рассказывать о кинематографе, о том, как снимался. Это дело режиссера. Это режиссер делает кино, ну а актер, естественно, не может, знаете, как всегда, показывают кадры, а потом артист выступает. Мне кажется, это неверно. Рассказывать о работе в кино не стоит. Я просто покажу вам две песни, написанную мною для фильма «Я родом из детства», «Сыновья уходят в бой», «Война под крышами». Вернее, «Сыновья уходят в бой» и «Война под крышами». Это две серии одной и той же картины. Первая песня называется «Песня о погибшем друге». Почему все не так, вроде все как всегда, то же небо опять голубое, тот же лес, тот же воздух и та же вода. Только он не вернулся из боя, тот же лес, тот же воздух и та же вода, только он не вернулся из боя. Он молчал не в попад и не в такт подпевал, он всегда говорил про другое. То, что пусто теперь, не про то разговор, вдруг заметил я, нас было двое. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Нынче вырвалось, словно из плена весна, по ошибке окликнул его я. Друг, оставь покурить, а в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя. Наши мертвые нас не оставят в беде, наши павшие, как часовые. Отражается небо в лесу, как в воде, и деревья стоят голубые. Отражается небо в лесу, как в воде, и деревья стоят голубые. Нам и места в землянке хватало вполне, нам и время текло для обоих. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя. И еще одна песня из этого же фильма «Сыновья уходят в бой». Называется она «Песня о новом времени». Как призывный набат прозвучали в ночи, тяжело шаги. Значит, скоро и нам уходить и прощаться без слов. По нехожиным тропам протопали лошади, лошади. Неизвестно, к какому концу унося седоком. Наше время иное, лихое, но счастье, как в старе щи. И в погоню летим мы за ним, убегающим вслед. Только вот в этой скачке теряем мы лучших товарищей. На скаку, не заметив, что рядом товарищей нет. И еще будем долго огни принимать за пожары мы. Будет долго зловещим казаться нам скрип за богов. Про войну будут детские игры с названиями старыми. И людей будем долго делить на своих и врагов. А когда отгрохочет, когда отгорит и отплачется. И когда наши кони устанут под нами скакать. И когда наши девушки сменят шинели на платьица. Не забыть бы тогда, не простить бы и не потерять. Спасибо большое. Вы очень много писали песни. Как вы относитесь вообще к песне авторской? Я с удовольствием отвечу. Дело в том, что я считаю, что авторская песня это совсем самостоятельный вид песенного искусства. Это другой жанр. Я, например, и многие люди, которые этим занимаются, не претендуют на название певцов. Мы совсем не эстрадные певцы. У нас не поставлены голоса. Хотя я тоже этим занимался. И дело в том, что прелесть авторской песни и своеобразие ее в том, что одновременно и текст, и музыку пишет один человек. И исполняет он ее. Поэтому я не очень люблю, когда поют певцы мои песни. Ну, если это звучит с экрана откуда-то или из спектакля, это дело другое. А просто песни, которые я писал для себя, а не для картины, я всегда даже возражаю, когда поют другие люди. Ну, я, если хотите, просто вам покажу несколько, просто несколько песен, которые я сам люблю. Эти песни звучат в спектаклях, в фильмах. Одна песня, написанная мною о воздушном бое, поется она от имени самолета-истребителя. Называется она «Мир вашему дому». Я як истребитель, мотор мой звенит, небо моя обитель. Но тот, который во мне сидит, считает, что он истребитель. В этом бою мною юнкер сбит, я сделал с ним, что хотел. А тот, который во мне сидит, изрядно мне надоел. Я в прошлом бою на вылет прошит, меня механик заштопал. А тот, который во мне сидит, опять заставляет штопор. Из бомбардировщика бомб понесет смерть аэротрому. А кажется, стабилизатор поет «Мир вашему дому». Вот сзади заходит ко мне миссер Шмидт, уйду, я устал от ран. Но тот, который во мне сидит, я вижу, решил на таран. Что делает он? Вот сейчас будет взрыв, но мне не гореть на песке. Запреты скорости, все перекрыв, я выхожу из пике. Я главный, а сзади, ну чтоб я сгорел, где же он мой ведомый? Вот он задымился, кивнул и запел «Мир вашему дому». И тот, который в моем черепке остался один и влип, Меня в заблужденье он ввел и в пике, прямо из мертвой петли. Он рвет на себя и нагрузки вдвойне, эх, кто же мне, летчик-ас? Но снова приходится слушаться мне, и это в последний раз. Я больше не буду покорным, клянусь, уж лучше лежать на земле. Ну что ж он не слышит, как бесится пульс, бензин моя кровь на нуле. Терпенью машины бывает предел, и время его и стекло. И тот, который во мне сидел, вдруг ткнулся лицом в стекло. Убит, наконец-то, лечу налегке, последние силы жгу. Но что это что, я в глубоком пике, и выйти никак не могу. Досадно, что сам я немного успел, но пусть повезет другому. Выходит, я напоследок спел «Мир вашему дому». Мир вашему дому. Ну вот, я сегодня даже думаю, я вас немного утомил серьезным рассказом о серьезном деле о театре и серьезными песнями. Поэтому я хочу, чтобы у вас в конце передачи появилась улыбка. Поэтому я спою вам сейчас песню из спектакля Московского театра «Сатиры» «Последний парад». Это шуточные спортивные песни. Я задумал написать целую серию спортивных песен. Но так как видов спорта очень много, 49, значит, все еще не успелось. Но кое-что есть. Вот песня эта, ее поет в спектакле Анатолий Попанов в компании друзей. Они играют моряков. Они вернулись из плавания. Девять месяцев без захода в порты. Моряки. Ну и, естественно, встреча с друзьями. Они очень крепко выпили. Прекрасно провели время. А утром встали. Ну и вместо того, чтобы похмеляться, они решили заниматься гимнастикой. И в это время включается радио. И оттуда раздается песня, слова и музыка, которая написана мною специально для этого спектакля. В дух глубокий, руки шире, не спешите. Три-четыре. Вот есть дух грация и пластика. Общий укрепляющий, утром отрезвляющий. Если решив пока еще гимнастика. Если вы в своей квартире ляжете на пол, Три-четыре. Выполняйте правильно движения. Прочь влияние извне. Привыкайте к навизне. В дух глубокий, до ясене, мажения. Очень вырос в целом мире грибовирус. Три-четыре. Ширец растет заболевание. Если хилый сразу гроб. Сохранить здоровье, чтоб. Применяйте люди, оп, тирания. Если вы уже устали, сели, встали, сели, встали. Не страшны вам Арктика с Антарктикой. Главный академик Йофи доказал коньяк и кофе. Вам заменит спорта профи. Арктика. Разговаривать не надо, приседайте до упада. Да не будьте мрачными и хмурыми. Если очень вам не имется, обтирайтесь чем придется. Водными займитесь процедурами. Не страшны дурные вести. Мы в ответ бежим на месте. Выигрыши даже начинающие. Красота среди бегущих. Первых нет и отстающих. Бег на месте общепримиряющий. Вот это шуточные песни. А еще хотелось бы мне вам спеть песню, которая написана к спектаклю Московского театра «Современник» «Свой остров». Эта пьеса написана эстонским автором. Я сейчас... Вы знаете, очень трудно мне сейчас вспомнить, потому что я с ним не общался уже около года. Как мы с вами говорили? Кауквер. Кауквер. Присутствуют мои песни. Они уехали и в Болгарию, и играются в Москве. Вот, и мы встречались с автором. И он говорит, что ему эти песни его устраивают для его пьесы. Песня называется «Я не люблю». Поет ее главный герой этой пьесы. Я не люблю фатального исхода, От жизни никогда не устаю. Я не люблю любое время года, Когда веселых песен не пою. Я не люблю открытого цинизма, В воздорженность не верю еще, Когда чужой мои читает письма, Заглядывая мне через плечо. Я не люблю, когда наполовину Или когда прервали разговор. Я не люблю, когда стреляют в спину, Я даже против выстрелов в упор. Я ненавижу сплетни в виде версии, Червей сомненья, почести и глух. Или когда все время против шерсти, Или когда железом по стеклу. Я не люблю уверенности сытой, Уж лучше пусть откажут тормоза. Досадно мне, коль слово честь забыто, И коль в чести наветы за глаза. Когда я вижу сломанное крылья, Нет жалости во мне и неспроста. Я не люблю насилье и бессилье, Вот только жаль распятого Христа. Я не люблю себя, когда я трушу, Досадно мне, когда невинных бьют. Я не люблю, когда мне лезут в душу, Тем более, когда в неё плюют. Я не люблю манежи и арены, На них миллион меняют по рублю. Пусть впереди большие перемены, Я это никогда не полюблю. Ну что же, большое спасибо. Вот что я мог рассказать о театре, о себе и о песне за такой короткий срок. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok